Тисло разбудило пение Утренних птиц Он лежал в темноте у костра Завернувшись в одеяло И глядя на поздние звезды Над верхушками деревьев Будить остальных не было смысла Еще не пришел Шинглтон С припасами и людьми Тисло плотнее обернул вокруг себя одеяло Его внимание привлек новый запах Он огляделся по сторонам И увидел Орвала Который сидел в стороне И курил самодельную сигарету Я не знал, что вы проснулись Прошептал Тисло Не желая беспокоить остальных Давно? Раньше тебя Но я не сплю уже целый час Знаю Сам-то я теперь сплю мало Не потому, что не могу Времени жаль Подхватив одеяло Тисло перебрался к Орвалу И прикурил сигарету От тощей ветки у костра Ну и все-таки Что теперь сделал этот парень? Помолчав спросил Орвал Почему для тебя так важно его поймать? Тисло очень не хотелось отвечать Ну, вы же знаете мою работу В городе спокойно, пока я контролирую всякие мелочи Что касается ограбления или убийства То этого не предотвратишь Если кто-то очень хочет это сделать Он сделает Но именно мелочи позволяют оставаться городу таким, каков он есть Поэтому за мелочами необходимо следить Если бы я улыбнулся и спустил все это парню с рук И другим парням мог бы что-нибудь спустить А потом перестал бы обращать внимание И на более серьезные вещи Я беспокоился об этом парне, как о себе И я не могу себе позволить расслабиться Нельзя поддерживать порядок в одном случае И все пускать на самотек в другом Но ты уж больно стремишься его преследовать Хотя уже выполнил свою часть работы Теперь дело за полицией штата Но он убил моего человека Поэтому я сам должен его арестовать Все мои люди должны знать Я пойду на пролом, чтобы отомстить за каждого из них Орвел посмотрел на окурок своей сигареты Швырнул его в огонь и кивнул Где-то вдалеке послышался собачий лай И это взбудоражило собак Привязанных к дереву рядом с Орвелом Их было пять Они тоже не спали, лежали на животе И не сводили глаз с Орвелом Теперь они вскочили и подняли лай Шшш! Велел Орвел и они, взглянув на него, умолкли Лежавшие по другую сторону костра Уорт, Лестер и молодой полицейский Забеспокоились во сне Вдалеке опять залаяла собака Она была уже ближе Собаки Орвела залаяли в ответ Орвел прикрикнул на них построже Проснулся в воду В чем дело? Что случилось? Самое время вставать Сказал Тисел Что? Спросил Лестер, поеживаясь Холодно, черт возьми Пора вставать Минуту Как раз через минуту они будут здесь Через кустарник кто-то продирался Приближаясь в их сторону Тисел зажег еще одну сигарету Отчего в пересохшем рту появился неприятный вкус А ведь это может быть полиция штата Вдруг подумал он и быстро встал, глядываясь в лес Холодно-то как? Пожаловался Лестер Хорошо, если бы Шинглтон принес горячую пищу Тисел надеялся, что это Шинглтон и его люди А не полиция штата Вдруг показались пятеро мужчин В бледном утреннем свете они быстро шли между деревьями Тисел не мог разглядеть, какого цвета на них форма Люди переговаривались между собой Один споткнулся и выругался Но Тисел не узнал их голосов Если это полиция штата, то ему что бы то ни стало Нужно придумать что-то такое, чтобы остаться во главе погони Они уже совсем близко Тисел разглядел Шинглтона Которого тащила собака на поводке А за ним шли его люди Которых он как никогда был рад видеть Они несли набитые холщовые мешки, винтовку, веревки А у Шинглтона через плечо висел полевой радиопередатчик Ты принес горячую пищу? Сразу спросил Лестер Сэндвичи с ветчиной и яйцами Ответил Шинглтон, тяжело дыша Термос с кофе Лестер потянулся к его мешку Не здесь, у Митча Митч сухмылкой открыл свой мешок И вытащил завернутые в ващенку сэндвичи Все жадно набросились на еду А вы здорово продвинулись в темноте Прислонившись к дереву, сказал Шинглтон Тислу Я думал нагнать вас за полчаса Но пришлось потратить вдвое больше Что там происходит? Шинглтон усмехнулся Полиция штата в ярости от того, что вы выкинули такой финт Как вы и велели, я остался ждать их в том поле Они появились минут через десять После того, как вы углубились в лес И прямо-таки взбесились, что вы решили воспользоваться сумерками, чтобы преследовать парня Меня удивило, что они сходу вас раскусили Но и дальше... Шинглтон гордо улыбнулся Я провел с ними полночи в участке Наконец, они согласились поступить по-вашему Будут блокировать ведущие вниз дороги, а сюда не сунутся Можете мне поверить, уговаривать их пришлось долго Спасибо Не мог понять, что это, но рокот все приближался Наконец, над верхушками деревьев показался вертолет Огромный, блестевший на солнце Как он узнал, где мы? Залаялись тревоженные шумом собаки Крёву мотора помешался с лист рассекающих воздух лопастей Полицейские штата, сказал Шинглтон, вытаскивая похожий на портсигар предмет Вручили мне кое-что новенькое Эта штука испускает радиосигнал Они хотят каждую минуту знать, где вы находитесь Поэтому дали мне этот импульсатор А приемник оставили человеку, который предоставил по вашей просьбе свой вертолет Кто из наших в вертолете? Спросил Тисел Лэнг По твоему радио с ним можно поговорить? Разумеется Шинглтон положил радиопередатчик в низкой развилке дерева Тисел щелкнул переключателем И, глядя на зависший вертолет, проговорил в микрофон Лэнг, Портис, вы готовы? Ждем команду ЖЭП Голос был скрипучий Казалось, что он доносится издалека Тисел оглядел своих людей Орвал торопливо собирал бумажные стаканчики И вощенку от сэндвичи И бросал в костер Остальные укрепляли на себе снаряжение Вешали через плечо винтовки Когда Орвал начал забрасывать костер землей Тисел сказал Ладно, выступаем Он был очень взволнован Все утро, пока Рэмбо бежал и шел Бежал и шел Он слышал отдаленный гул мотора И редкий приглушенный выстрел из винтовок А порой низкий мужской голос Что-то бормотавший в громкоговоритель Потом звуки стали ближе Он различил рев вертолета А с вертолетами он очень хорошо познакомился на войне И прибавил шаг Теперь уже почти 12 часов Рэмбо носил одежду Но после подъема в холмы колышом Холодной ночью Он с особенным чувством Воспринимал сберегаемую одеждой теплоту На нем были тяжелые старые башмаки Которые мальчишка принес Где-то около полуночи В ложбину у ручья Башмаки оказались чересчур большими Тогда он напихал в них листьев Но все равно жесткая кожа натирала ему ноги И он пожалел, что мальчишка не принес носки А может быть он их нарочно не захватил Брюки же наоборот Оказались слишком узкими Поняв, что это было сделано специально Он рассмеялся Ботинки велики, брюки малы Над ним хорошо подшутили Рубашка оказалась белая Хлопчатобумажная Потрепанная на обшлагах и воротнике Старик отдал ему свою толстую шерстяную рубашку В красную клетку Которую можно было натянуть поверх белой Он удивился, что старик вдруг стал таким дружелюбным Наверное, здесь сыграла роль виски Когда они съели холодную жареную курицу Которую принес сын Старик открыл кувшинчик самодельного виски Все трое выпили И старик в конце концов отдал свою винтовку И завязанный в платок патроны Когда выпутаешься из этого дела Пришли мне деньги за винтовку Сказал он Я хочу, чтобы ты дал мне слово Не то, чтобы меня волновали деньги Благодаря виске я зарабатываю столько, что могу позволить себе другую Но если ты уцелеешь, мне будет интересно узнать, как тебе это удалось А винтовка, думаю, напомнит тебе, что я жду твоего рассказа Это хорошая винтовка Рэмбо с ним согласился Из такой винтовки можно было прострелить человека Как кусок сыра на расстоянии в полмили Старик сделал кожаную нашлепку на прикладе Чтобы смягчить отдачу А на мушке имелось пятнышко светящейся краски Чтобы легче было целиться в темноте Потом Рэмбо сделал то, что обещал Прошел вниз по ручью, прочь от того места Где старик держал бойлер Змеевики и кувшины Вскоре он повернул на запад, позже собираясь вернуть на юг, в сторону Мексики Он понимал, что добраться туда будет нелегко Поскольку он не мог украсть машину Это всегда оставляет след Придется несколько месяцев идти пешком и кормиться подножным кормом Солнце уже стояло высоко Он успел проделать несколько миль И сейчас бежал вверх по длинной широкой лощине Выстрелы становились все громче Голос из громкоговорителя звучал разборчивее И Рэмбо знал, что скоро вертолет зависнет над этой лощиной Он как раз пересекал открытое место Там не было деревьев, только трава и папоротники И где-то в самом начале пути услышал чуть ли не над головой свист лопастей вертолета Он метнулся в сторону Поблизости была только упавшая сосна, вероятно разбитая молнией Вернуться в лес он бы не успел Рэмбо нырнул под толстые ветви сосны, а царапал спину Сквозь сосновые иголки увидел вертолет Он быстро увеличивался в размерах, поднимаясь вверх вместе с лощин Это полиция Проревел голос из громкоговорителя У вас нет никакого шанса, сдавайте Все, кто в лесу Возможно, вблизи вас опасный преступник Покажите Помашите, если вы видели одинокого молодого человека После короткой паузы голос зазвучал вновь в точности с той же интонацией Как если бы читали понаписанное Это полиция У вас нет никакого шанса, сдавайте Тем, кто в лесу Возможно, вблизи вас опасный преступник Покажите Помашите, если вы видели одинокого молодого человека И снова, и снова Одни и те же слова Рэмбо неподвижно лежал под прикрытием веток, зная, что его не видно с земли Но вдруг его видно с воздуха Вертолет кружил так низко, что можно было заглянуть за стекленный кокпит Там сидели два человека и смотрели в окна, каждый со своей стороны Гражданский пилот и полицейский в серой форме Как и все люди, Тисла этот целился из мощной винтовки с телескопическим прицелом Выставив ее из окна Грохнул выстрел Пуля ушла в завал из камней и кустарника на краю леса Мертолет только что пролетел над этим завалом Господи Выходит, Тислу он очень нужен Если тот приказал своему человеку стрелять по всем подозрительным местам Не боясь попасть в невинного человека Все невинные, конечно же, услышав объявление, выйдут, чтобы показаться По-своему Тисл прав Рэмбо убил полицейского и его нельзя выпустить из рук На его примере нужно показать Что бывает с тем, кто поднимает руку на полицейского Но даже при этом Тисл был слишком хорошим полицейским Чтобы просто взять и прикончить Рэмбо Не дав ему шанса сдаться Вот почему все время передают это объявление А стрельба по всем подозрительным местам Это больше для того, чтобы его напугать И тем не менее, вполне возможно, что одна из пули в него попадет Поэтому совсем не важно, с какой целью они стреляют Еще один выстрел По зарослям кустов у края леса Сейчас вертолет уже летит над луком и скоро окажется над ним Почти наверняка последует выстрел в лежащую на земле сосну Рэмбо прицелился сквозь ветки, метис в лицо стрелка Готовый превратить в месивое его лицо, как только тот прильнет к прицелу Он не хотел никого убивать, но у него не было выбора Более того, если он застрелит полицейского Пилот успеет броситься на пол, где его уже не подстрелишь И уведет вертолет в сторону А потом вызовет по радио помощь И все будут знать, где он Разве что он остановит пилота Взорвав у вертолета бензобак Но думать об этом глупо Конечно, он может в него попасть, но взорвать Только в плохих кинофильмах Взрывают бензобаки обычными пулями Он напрягся, как струна, и ждал сколотящимся сердцем А вертолет ревел над его головой Вот стрелок быстро склонился к телескопическому прицелу своей винтовки И Рэмбо сам уже хотел было нажать на спусковой крючок Но тут увидел, куда тот прицелился Хорошо, что увидел Еще было время ослабить палец В ярдах в 50 слева, рядом с большой лужей, в зарослях кустарника лежали валуны Когда вертолет приблизился, он чуть было не спрятался там Но это место оказалось слишком далеко Сейчас вертолет внесся в ту сторону Выстрел И он не мог поверить собственным глазам, ибо пусты зашевелились Но это не было обманом зрения Из зарослей поднялся вовес рост большой олень с огромными рогами Он стал неуклюже карабкаться через ведуны Упал, снова встал, подскакал по траве к лесу, а вертолет его преследовал По ноге оленя стекал ручей густой крови Но казалось, это не имеет значения Олень бежал без видимых усилий Сердце Рэмбо бешено колотилось Они вернутся Олень всего лишь игрушка Как только он скроется в лесу, они прилетят сюда Если кто-то прятался в кустах у лужи, они решат, что кто-нибудь может спрятаться и под упавший сосной Нужно убираться отсюда как можно быстрее Но ему пришлось ждать, когда вертолет развернется к нему хвостом Каждая секунда ожидания была невыносима Но вот наконец пора И он побежал в сторону леса, выбирая те места, где короткая трава, чтобы не оставлять следов Он приближался к кустам, когда понял по звуку, что вертолет разворачивается Значит, олень уже успел скрыться в лесу Пригнувшись, Рэмбо бросился в кусты, готовый, если нужно, выстрелить Два выстрела, влежащую со стойки, над которой вертолет ненадолго завис Опять прозвучало объявление, зачитанное по бумажке От напряжения Рэмбо вырвало Во рту появился противный горький вкус Он сейчас находился в узком конце лощины Дальше скалы плотно смыкались Он лежал на траве, ослабевший после работы и смотрел, как вертолет кружит, кружит над скалами Потом удаляется, голод затихает, рев мотора тоже Рэмбо не мог стоять, так сильно дрожали ноги Вертолет не должен был так напугать его На войне он бывал в ситуациях куда более опасных И выходил из них потрясенный, но не настолько, чтобы тело отказывалось ему подчиняться Когда кожа стала липкой от пота, очень хотелось пить Но вода в луже была гнилая, и от нее стало бы еще хуже Ты слишком долго не воевал, вот и все, сказал он себе Потерял форму, но ничего, скоро привыкнешь Схватившись за валун, он медленно встал и осмотрелся Нет ли кого поблизости Поначалу он не был уверен, что услышал все как есть Налетевший порыв ветра исказил звуки Потом ветер стих, и он отчетливо расслышал дальний лай собак со стороны широкого конца лощи Снова по его ногам пробежала трож Он повернулся направо, туда, где начинались скалы и стояли одинокие деревья И напрягая мышцы, побежал